здравствуйте в эфире программа право слово микрофон я и ведущий алик усов и сегодня у нас в гостях валерий цгоев главный редактор журнала бюджет здравствуйте спасибо что пришли нашей программе традиционный вопрос первый звучит так когда вы последний раз бывали на кавказе какие впечатления вы вынесли из этой поездки но поскольку я знаю что вы неразрывно связан с кавказом я немножко его переиначу как часто бываете на кавказе и какие изменения вы наблюдаете на своей родине ну во первых я городим и край поэтому я так сказать бываю по возможности как можно чаще вот у меня там большая родня много друзей я занимаюсь общественной работой много лет вот со школьниками я люблю вас со школьниками много работы 30 лет в этом году я отметил свою работу со школьниками общественная работа такая вот ну и как любой нормальный человек понимает меня мама который мой бог даст марте 90 лет отметим поэтому естественно я бываю часто что касается изменений то я должен сказать следующее что все таки приятно сейчас наблюдать очень большое внимание сейчас уделяется северному кавказу значит обращаем внимание на что что целое министерство создана по делам северного кавказа это беспрецедентное совершенно такое вот дело те планы которые сейчас вынашивает правительство и федеральный центр по поддержке северного кавказа за это огромнейшие триллиона денег ближайшие годы но у вас будет оппоненты сразу на украину больше и внимание денег как вы что ну смотрите значит во первых я должен признаться что я всегда считал свои деньги чужие не считал поэтому мне не интересно кому еще что но вы шкали последний кавказ мы спросили про северный кавказ поэтому я говорю что здорово здорово что вот федеральный центр уделяет такое большое внимание но было бы странно если бы занимались только одним северным кавказом поэтому я считаю это нормально что уделяют внимание и внешней политики и в ближнем зарубежье и так далее и так далее и так далее есть еще проблемный дальний восток много лет признавали что у нас две большие проблемы если говорить по федеральным округам это северокавказское направление южное направление и дальний восток поэтому опять же удовлетворением говорим о том что дальнем востоку тоже уделяется огромное внимание тоже акценты расставляются на макро уровне правильно то что касается северного кавказа но на мой взгляд не экономиста это очень богатый край если мы возьмем допустим республику дагестан и сессии море с рыба 10 горы с водичкой на миссии степи с подбищами зимними тут там все сись а все равно республика живет бюджетно на бюджетном финансировании находится как вы считаете но доживем и до того времени когда дагестан будет кормить россию не наоборот у тебя недавно был благородской области и с удивлением узнал что в этой маленькой области производят мясо птицы и мясо свинины четвертую часть от все всего российского производства на северном кавказе мы как-то можем наводить эти экономические проблемы решить таким образом но смотрите если правильно понял ваш вопрос да то смотрите вот проблема в чём на мой взгляд вот вы говорите о богатом крае да вот япония богатый край ресурсами я понимаю вас правильно понял вот япония богатый край совершенно очевидно что нет очевидно что нет на самом деле если говорить о том что им это сказать природа дала то кроме сочувствия там может особо ничего не найдешь но Вот я когда-то давно прочитал в одной математической книге, удивительно почему-то в математической, программистской книге это было, и там была фраза такая «Все в истории определяет географию». Мне это очень нравится. Все определяется географией. Вот видите, вот если, опять к Японии вернусь, вот тысячелетиями им приходилось отвоевывать, отвоевывать у природы, так сказать, условия своего существования, и ментальность людей, ментальность наций формируется таким образом, что они не ждут милости от природы, да, и начиная... Более того, последовательно в землетрясении. Конечно, это вот об этом можно бесконечно говорить, но формируется такая ментальность, да, и такие традиции, такие подходы к бытию, что надо много работать и много думать. Вот в основе всего это лежит. Что касается нас, мы в Тагестане сейчас вернемся, что касается вот нас, то, опять же, некоторое время назад я читал, значит, вот могу наврать, вот фамилия Павас, по-моему, да, один ученый лет 200 назад был в Иркутске, Красноярске. И человек чуть в обморок не упал, когда увидел, как там богато люди живут, какая богатая природа, что мешок там осетрины стоил там 5 копеек, да, по памяти говорю, могу чуть-чуть наврать, только чуть-чуть. Мешок осетрины стоил там 5 копеек, а, так сказать, корова там 20 копеек и так далее. А пушнина вообще, наверное, почти бесплатно. Пушнина, да, и вот, то есть когда природа, природа много дает, вот, то, возможно, вот формируется менталитет не самый созидательный, не самый, так сказать. Вот что касается Дагестана, у меня очень много друзей, вот у меня один из близких моих друзей, это Мухтар Меджидов, он очень здравый, очень хороший бизнесмен, а последние годы он был в правительстве даже. Мы часто с ним вот зачаем, обсуждаем и будущее страны, и часто говорим о будущем, так сказать, нашего родного края. В частности, вот, Мухтар Меджидов считает, что надо эти технологии развивать. Вот, понимаете, то есть надо формировать... Израиль это показал пример, да? Сейчас вот про идти я отдельно хочу сказать, потому что это, мне кажется, страшно интересно. Вот, формировать, формировать, как ни странно прозвучить, нового человека. Формировать нового человека, чтобы он... Ведь мы все, почти все, так сказать, вышли из Советского Союза, да, вот, за исключением совсем молодых людей. И 90-е годы они дали ужасные акценты для всего населения. Вот это не очень справедливая приватизация, да. Потом, так сказать, много было теневых денег, которые породили криминал и так далее, и так далее. И когда молодой человек видит, что рядом с ним не очень талантливый вдруг разбогател, то вряд ли у этого молодого человека появится большое желание совершенствоваться, учиться и так далее. Грустное время. Затем на колоссальной безработице, колоссальной безработице, очень много устраиваются люди по предыкционизму. Кстати, вот, опять вернусь своему другу Мухтару, когда он отработал первые полгода, он мне сказал, я тебе сообщаю, что ни одного родственника на работу не взял и 100 долларов даже не позволил себе из бюджета взять. Это говорилось абсолютно в дружеском застолье, и там не было места для каких-то рекламных. Есть тут новый человек, по-моему. То есть я думаю, что вот такие вот люди, такие лидеры, мне кажется, вот могли бы. Что касается вот IT-технологий, да, мне очень страшно эта идеология нравится, поскольку в молодости я профессионально занимался вот математикой, и мне это близко и дорого. Вот. Пример надо привести Армении. В 2000 году правительство Армении провозгласило приоритеты IT-сектора. Это же математика, по-моему, очень сильная, да? У них традиционная математика сильная, да. Но вот я пока пройти. Они заявили, что вот давайте объявим IT-сектор приоритетным направлением экономики. И там, по-моему, ведущим является Министерство экономики. Они говорят, что вот у нас 23% рост, и мы, дескать, скоро догоним даже вот производство коньяка, как сектор. Да, поскольку известно у них это направление до ведущих. Теперь возьмем пример Татарстана. Очень мне симпатично, как руководство Татарстана. Это я по роду своей работы сталкиваюсь этим, следим за... Вот Татарстан строит целый город, новый город, недалеко от Казани, и на поле с названием этого города, на 150 тысяч населения, 60 тысяч рабочих мест, и все заточено на IT-технологии. Вы представляете, какая это заявка на 21 век? Вот, вот я думаю, вот такие примеры надо перенимать и, так сказать, внедрять их у себя в регионе. Поэтому вот, когда вы заявили о Дагестане, то вряд ли стоит ждать милости от природы. Надо подходить к этому рационально. Народ талантливый, молодежь, главное дать им вот закваску. Вот, мне всегда нравятся примеры вот из науки и из спорта. Почему? Потому что там более наглядно. Там мало присутствует политики, и, как правило, мало присутствует протекционизма. Вот, эти два рода занятия, так сказать, очень похожи, как ни странно. И вы знаете, что интересно? Вот, наиболее передовые методологии воспитания в спорте, в науке, они очень похожи, очень похожи. Отношение к ученику, отношение ученика с учителем и так далее. Так вот, главная мысль, которую я хотел сказать. Важно помнить, что вчерашний школьник, точнее, сегодняшний школьник, завтра он будет аспирантом, послезавтра он будет капитаном производства и бизнеса. Это происходит буквально на раз, два, три. И вот, если это понимание есть, то надо отслеживать вот этого нового человека и давать ориентир для молодежи, дать им веру. Вот тут я должен вспомнить высказывание Людвига Эрхарда, да, автора немецкого экономического чуда. Я сейчас точно вряд ли воспроизведу, но в 45-м году, осенью, он был министр экономики земли Баварии. Можно себе представить, 45-й год Германия абсолютно разорена. Бавария, да. Абсолютно ее разнесли. Разбита. Разбита все было. Экономика была просто раздроблена. Народ был униженный, так сказать, оскорбленный, дезориентирован. Инфляция достигала там 3 нуля процентов, понимаете. Этот человек говорил, нет такой задачи, которую нация не может решить, объединившись и взявшись за руки. Вы представляете, какие слова он говорил осенью 45-го года. Меня это очень впечатляет. Мне кажется, вот такие призывы могли давать веру. А ведь если молодежь сориентировать, они быстро растут, очень быстро. И уже новое поколение может ответить на ваш вопрос. Будет ли отстающий регион, какой бы он ни был, процветающим? Если я вас правильно понял, то я как мог ответил на ваш вопрос. Да, эта мысль мне тоже чем понравилась. То есть задача сегодняшнего поколения было как будто эти процессы как-то... Ну, радикализм этот успокоить, который сегодня есть на Северном Кавказе. А вот уже созидание, уже это задача другого поколения. Да, я так понимаю. То есть трудно одному поколению решить вопросы и борьбы с радикализмом, и борьбы, там, скажем так, латания дыр после коммунистического прошлого, и созидать новое общество. Ну вот пример, который вы привели, Белгородский, выдающегося губернатора Савченко, да, показывает, что вот можно вполне в одном поколении. Хотя он уже 20 лет губернатор, но это действительно выдающийся человек. И это я знаю не только вот по, так сказать, по тем цифрам, которые широко известны, но даже по высказываниям соседей. Известно, что самая ревность соседей, вот два субъекта, одна область и вторая, и вот они ревностно относятся к успехам друг друга. И вот не буду говорить, кто из соседей Белгородской области, но один высокий чиновник в ранге вице-губернатора мне говорил, к нам приезжал Савченко. И вы представляете, он сам лично задавал вопросы, как кормите скотину, так сказать, прям вот рабочим задавал вопросы, как все это происходит. То есть, вот опять же на ваш вопрос ответ следующий, в рамках одного поколения все равно надо стремиться достичь результата. Но надо делать правильно, изучать лучшую практику. У нас, слава богу, есть такие вот субъекты, которые вполне можно было бы приводить в пример. Артамонов, Каузская область. Каузская, да. Просто, ну, просто душа радуется. Промощность, выстраивается. Ну, плохо то, что Артамонов и Савченко уйдут, не дай бог, и все это закончится. Не разделяю, не разделяю, не разделяю ваш пессимизм, потому что молодые ребята, которые все это видели, их молодые коллеги никогда уже не забудут этот опыт. Вот. Не только дурной пример заразительный, хороший пример тоже заразительный. Я уверен, уверен, что, так сказать, новое поколение и чиновников, и бизнес-мэров, они эту планку уже не опустят. Я уверен в этом. Потому что они показали, как надо работать, понимаете? Они дали веру. Ведь проблема в чем? Дать веру, уверенность. И когда человек видит, так сказать, и методы, и подходы, и, главное, пряник, результат впереди, понимаете? То, я думаю, любой с удовольствием, так сказать, возьмется за это и будет трясти грушу.